отношения с нашими родителями, где какие пробелы, почему не можем встретить своего мужчину, мужчину мечты, почему не можем забеременеть и родить, это от меня будут отдельные уже эфиры, по психосоматике пройдемся обязательно. Много вопросов поднимем, и все это за одну тысячу рублей. Депрессия, я сейчас тоже вам расскажу, дело в том, что весна-то не закончилась, сейчас самая атака начинается. Вот, спасибо, мой ангел. Да, вот курс мать и дитя, 14 мая. Вот, спасибо, солнышки, какие вы у меня умницы. Все, телефон, послезавтра уже стартует курс. Телефон внизу написан, пишите ватсапом одно слово, участвую, и Иришка, моя близняшка, вам подскажет, как оплатить курс и как присоединиться. Целую вашу жопу. Я вашу тоже. Вот, по поводу развода, как жить после развода, девочки, дело в том, что, когда мы, одно дело пережить все это дело, там один день, два дня, неделю попереживать, поплакать, ну, когда это переходит все уже в культ, когда вы начинаете из этого устраивать, знаете, некий, таким, как бы это сказать, театр, такой драм-кружок, что ваше горе самое страшное, самое горькое, как вам теперь пережить весь этот ужас, всю, всю эту ношу на себя, как теперь, взвалите, тащите, вы же сам, ну, получается, как, как девушки говорят, он меня предал, и все такое. Не культивируйте все эти обиды, иначе все это сама вяжет, что сама вяжет, иначе все это заканчивается плачевно, самое распространенное, чем заканчивается, это онкология, воспаление, самые деструктивные наши эмоции, когда мы начинаем культивировать обиды, делать это прям нечто, надо же это прям взрастить и жить этим, и дышать этим своей злостью, гневом, ненавистью, предательствами, и пока мы вот это все в себе варим, кашеварим, у нас начнет голова, это все самого доброго вечера, самого простого начинается, голова, потом, ой, что-то тут кольнуло, ой, что-то с животом проблемы, ой, с грудью побежала зона души и чувств, грудь, почему у нас именно онка частенько бывает, у женщин рак груди или по-женски, не пережила, предательств, измен, да, немножко бритая, а почему вы решили, что вы сыну не нужны, вы, вы знаете, это какая-то маниакальность уже, вот ребенок повзрослел, я ему не нужна, так всему свое время радуйтесь, что он сепарировался от вас, а вы хотите, чтобы ваш мальчик сидел с вами до 45 лет и ждал, когда вы помрете, чтобы с почестями похоронить и сказать, фу, слава богу, я теперь свободен и могу теперь девочку встретить, что там, я не знаю, ну, любить ее, общаться с ней, быть самостоятельным, радуйтесь, чем быстрее дети сами сепарируются, тем лучше, вам не надо этим заниматься, это же прекрасно, добрый вечер, а как быть с тем, что муж уж сильно меня любит, 10 лет вместе, ну, так прекрасно пользуетесь этим, что плохого-то, когда вас мужчина любит, на самом деле, любовь-то разная бывает, есть любовь, где, с днем рождения всех, у кого сегодня день рождения, есть, есть такие мамы извращены, ну, нет, ну, почему, мамы разные нужны, мамы разные важны, и все мамы хороши, просто есть, прям, гиперопека, такая чрезмерная, материнская любовь, она должна быть чисто, безусловно, между мамой и ребенком, но это не должно быть перебора, перегиба, потому что это, это уже токсичное отношение, вы не даете жить своему парню, который вырос, он уже мужчина молодой, и дать ему возможность дальше развиваться, это же классно, муж сказал сыну, что построит дом, и выгонят его из дома, сыну 12 лет, муж был подградзан, слезы, а почему слезы, научите своего ребенка, относиться к этому не болезненно, а уметь правильно реагировать, вы представляете, сколько в жизни его еще ждет разочарования, да, в людях, то есть папа, паршафе, ну, я вам так сейчас скажу примерно, да, а что ты тут вообще, бля, задолбал ее, ты вырастешь, вообще нахуй отсюда пойдешь, из этого дома, это мой дом, да, и надо не забывать, что, кому он сказал, подростку, а почему, потому что он уже чувствует конкуренцию, для вас это ваш любимый сын, сыночка, я не знаю, там, Коленька, Сашенька, вы его вынашивали, вы его рожали, вы его, ой, лили, лили, для него, для мужчины, очень часто бывает, и это нормально, это природа, здесь никаких отклонений нет, тем более надо понимать, что у него в семье было, возможно так же, и для вашего мужа, это уже подрос соперник, на его территории, понимаете, и прям бить в колокола, доводить сюда, критичные точки кипения, рушить семью, из-за того, что муж под шофе, что-то ляпнул, вы не забывайте, что правильно там, вроде бы и правильно говорят, что трезво на уме, то у пьяного и на языке, но надо не забавить, что человек в алкогольном опьянении, в каком-либо другом, он находится в измененном состоянии, и токсин свое дело тоже делает, тоже здесь надо все-таки, какую-то ремарочку дать, сделать, в адрес своего мужа, поговорите, что ты мне, конечно, извини, но постарайся так, с сыном больше не разговаривать, потому что меня это не устраивает, защититесь только без агрессии, вот я перегибаю палку с сыном, сегодня пришел с площадки в слезах, хочу, сказали, иди вон, но тут же я пошла поговорить, очень хочу с его родителями пообщаться, а, хочу, хочу, ваш адрес, если это было сказано, или он сказал другим, или он не русским ребятам сказал, я просто не понимаю, хочу, ну, это, наверное, про вашего сына сказали, ну, знаете, здесь самое ужасное, это накалять атмосферу и обстановку, подростки, вообще дети, они жестокие до безобразия, это помните история про школу, где там ученик, ой, где маленький ребенок, пять лет, в детском саду, там, завуч, поставил его на колени, сказал, ты там, целую землю, все такое, да, агрессия была в адрес этой женщины, и многие оправдывали, знаете, что там его отец учил, надо тоже не забывать, пять лет, это совсем еще незрелое создание, и ребенок, конечно, будет транслировать то, что у него в семье, папа несет всю эту агрессию, и в первую очередь, надо разговаривать было с родителями, с отцом, и это поднимать выше, не только на уровне там, поговорить, сказать, вот вы знаете, очень плохо ведет ваш ребеночек, надо все-таки как-то лояльно относиться к своим соседям, и вообще любить людей, разные расы, разные вероисповедания, и все такое остальное, этим бы разговор не закончился, и он как и мертвого припарка, но дело в том, что все равно же это идет от родителей, и ребенка, которого поставили на колени, кричали целую землю, в нем сделали, сделали, знаете как, зафиксировали, заякорили ту информацию, которую давал папа, который говорил, вот эти русские долбоящеры, они дебилы, они уроды, а что русские сделали, подтвердили эти слова, поставили на колени, а он же только так воспринимает мир ребенок, он еще не готов анализировать, как-то сложно там, строить какие-то конструкции там в голове, да, а если это так скажет, а возможно здесь, ой, пойду почитаю-ка я, в интернете какую-то информацию, это же 5 лет, ветить, колотить, ни в коем разе нельзя было этого делать, да, по психосоматике, луизахи лучше всего, вегетососудистой дистонии не существуют, ангелы мои, это вообще диагноза нет, его ставят на отвали, лишь бы вам хоть что-то поставить, потому что вы пришли, выпучили свои красивые глаза, и с дрожащим, с дрожащей губой ждете, ну хоть какой-нибудь, ну хоть что-нибудь, так все-таки нашли, все-таки есть у меня, вообще не могут вы лицо сказать, что барышня с тараканами разберитесь, они не могут вам так сказать, я могу, мне пофиг, если честно, я могу так сказать, потому что это реально в этом проблема, что такое вегетососудистая, это состояние перед гипертонией, а потом начинается тахикардия, паническая атака, страхфобия, все это вот, они все вот так друг за другом, прям по очереди идут, сначала идет легкая паническая атака, из-за того, что где-то что-то транслировали, а вы там уловили этот момент, слушали, сидели, вникали, не-не, ну отрицали в какой-то момент, не-не-не, это со мной же не случится, не, это не про меня, а потом, фу-фу, конечно не про меня, а через час информация раз, всплывает наверх, и ба-бак, начинается, фу-фу-фу, а дышечка, фу-фу, ой, что-то не, ой, что-то не то, ой, что-то, наверное, сейчас, вот вы прямо послушайте, что это такое, да, болезнь бездельника, стоподняк, и начинается, бля, что-то должно произойти, я чую, я, наверное, вообще ясновидящий становлюсь, у меня, у меня повышенная чувствительность, я начинаю предвидеть, сейчас что-то должно, бля, ёбнуть мне по голове, что-то страшное должно случиться, пульс начинает подниматься, давление начинает тоже подниматься, увеличиваться, потому что наше тело так устроено, у нас не может там, знаете, давление прыгнуть, а пульс не участится, разумеется, он будет тоже учащаться, и всё, я понеслась, хрен-нак высокое давление, у всех по-разному, но чаще всего это что происходит, сжимаются сосуды, и действительно есть паническая атака, когда давление поднимается, всё плохо, страх начинается, ой, сейчас что-то, то стопудово, это ж в ванну зайдёте, если вы дома одной моетесь, будет мысль только о том, что сейчас кто-то ворвётся в хату, и вас стопудово в ванной зарубит, если перед самолётом, это он обязательно должен упасть и разбиться, если муж в дороге, и вы стопудово будете уверены, что вот сейчас он в аварию попадёт, несмотря на то, что он будет стоять на скорости ноль, потому что пробка адома, понятие, а вы всё равно вот это будете сидеть, а потом, ну всё, блин, ну значит завтра что-то произойдёт, я явно ясновидящая, вот и всё, вот ваше давление, вот ваше вегетососудистая дистония, потому что всех тараканов надо дрессировать, они есть у всех, абсолютно у всех, у самых адекватных, у самых здоровых с виду, у самых сумасшедших, и кстати меньше всего, ну они там не уживаются просто, но их надо дрессировать, с ними дружить надо, а кровь из носа пошла, потому что давление поднялось, и это очень хорошая реакция организма, когда кровь идёт, сразу падает давление, нормализуется, как воспитывает, вы знаете, чем больше кричишь, не плачь, не плачь, ты же не девчонка, тем больше он будет плакать, плакать, и быть девчонкой, то есть у него единственный, рычаг манипуляции, чтобы привлечь себе внимание, чтобы мамочка пожалела, полюбила, вообще отреагировала, как-либо, это плач, научитесь ему уделять внимание, между вот этими состояниями, когда он вот-вот, вы видите, начнёт уже плакать, или когда у него всё хорошо, вот в этот момент, больше уделяйте внимание, когда ребёнок сидит спокойный, не плачет, не истерит, у него всё отлично, вот в этот момент, уделите ему своё внимание, подарите ему материнскую любовь, и тогда он поймёт, что именно в этом состоянии, когда у него всё прекрасно, его мама ещё больше любит, а мы начинаем бежать, как курочка за цыплятами, и уделять больше внимания, когда у ребёнка что-то якобы происходит, но он будет это делать, потому что он привлекает внимание, он его хочет получить, и он понял, что это работает, вы его переключите, это время, неделя-две, чтобы он, чтобы мозг перестроился, надо время, почему падок сил, ведь мне всего 25, не знаю, релакс, девчонки, что за музыка, не знаю, просто релакс, ещё, не, не с твин пиццей, просто какой-то релакс, так и не поняла, как я отношусь к ЭКО, хорошо, я веду марафоны, залётные марафоны, и, знаете, что я хочу сказать, очень для многих, ЭКО является хорошим стимулянтом, то есть, нам нужно, чтобы с нами что-то сделали, для того, чтобы запустить наш организм, если у нас, ну, не хватает, там, времени, ну, не хватает, я не знаю, по каким-то причинам, времени не хватает, или, недостаточно информированы, что такое психология, и, что такое психосоматика, или отрицаете, у вас, вот прям блок, и всё, вот не хочу с этими психологами, тупыми разговаривать, я так умная, и всё прекрасно понимаю, пойду-ка я сейчас на ЭКО, и похеру, что я здоровая женщина, вот просто пойду на ЭКО, и всё у меня будет хорошо, это действительно может работать, потому что у вас есть цель, и вы знаете, что сейчас пройду этот курс, или по-другому там аффирмации меняются, мне сделали, всё отлично, всё прекрасно, я буду беременна, я беременна, но, кстати, не с первого раза беременеют, ну, ЭКО, потому что это невыгодно, но тем не менее, да, окей, почему и нет, и очень часто до ЭКО беременеют, очень часто между подсадками беременеют, ну, то есть женщина расслабляется, у нас почти нет разницы, девчонки с близняшкой, а деда научилась материться, вы объясните, что ты слишком красива, чтобы говорить некрасивые слова, вот будешь чуть попозже, повзрослее, повзрослее будешь, и тогда, возможно, тебе захочется выбрать профессию, какую-нибудь такую, там, типа сапожник, или же, там можно материться, а так не хорошо, некрасиво, ты видела, чтобы модели на подиуме матерились, там, или английская королева, чтобы материлась, ну, то есть расскажите, приведите ей красоту, внутреннюю, сопоставьте с физической, внешней красотой, девочки, не знаю, кто первая родилась, в те времена, не было такого, чтобы там закрепили, зафиксировали, мы преждевременно родились, на месяц раньше, по килограмм 800, то есть это вот, 30, почти 8 лет назад, по килограмм 800, нас сложно, выходили в больницы, тем более, это город Новороссийск, нельзя сказать, что там, что-то какие-то, супертехнологии были, какие-то, классные, мед, я не знаю, обслуживания, никакое, вот, родились по килограмм 800, маленьких, синеньких, курчонка таких, ну, вы понимаете, да, килограмм 800, цыпленок, курица реально больше весит, вот, два цыпленка родились, абсолютно одинаковые, у нас постоянно меняли, путали бирки, вам скажу, вас, сто процентов, по именам перепутали, потому что, приносили кормить, и у вас эти бирки, постоянно слетали, а там, типа, ладно, давай на эту, надеюсь, какая уже разница, но все равно, Ирина и Марина, ну, вот, как-то вот так, то есть, халатно, так вы, девчонки, в первую очередь, найдите причину, почему у вас эти панические атаки, всему есть ответ, и всему есть причина, панические атаки, что-то, что-то очень личное, что-то очень личное для вас, «Контакт с племянницей марафон, вы знаете, вы знаете, здесь не только с племянницей контакт, возможно, что вы поймете, ну, во-первых, вы поймете, почему так произошло, почему вы вообще этот контакт потеряли, вот, и не то, что наладить даже контакт, сделать отношения только лучше, у меня девчонки, кто проходят мои марафоны, где есть еще йога, это летом будет, и йога, и фитнес, и, вот, да, поищите, и, кстати, я вас удивлю, поищите, найдите ответ, отпустите эту гребану обиду, она не стоит того, и через месяц у вас этого полипа не будет, а эндометриоз, это вообще просто, у нас каждая вторая женщина с эндометриозом, раньше этого и болезни не было, я не слышала, чтобы столько женщин были с эндометриозом, помните, как вовремя появилась мода на диастаз, каждая вторая бежала к хирургу, делала дорогущую операцию, чтобы избавиться диастаза, который просто, ну, буквально-таки смертельно опасен, но проблема-то в том, что диастаза-то не было у женщин, одна на 100 тысяч, на 200 тысяч, нуждается в операции, у которой действительно будет широкое, сильное расхождение, там до 10 сантиметров, ей нужно помочь, да, и сетку поставить, но это такая сложная операция, остальным потренироваться, просто потренироваться, но это было очень круто, это дорого, сейчас, слава богу, все меньше и меньше, говорят уже про диастаз, и вот зато на смену приходит у нас эндометриоз, и понеслась еще там и полипы бесконечные, еще там, да, эндометрит, да-да-да, вот все, вот прям до кучи, много раз обследуйтесь у разных врачей, и сдайте тоже анализы, и у одних, и у других, да, вуриоплазмоз тоже туда же, ну, вуриоплазмоз, он, собственно, почти у каждого человека есть, просто его лечить бесполезно, когда он уже в хроническом виде, спасибо, грудь девочки, я не знаю, просто понимаете, там же нужно смотреть по вашей конкретной ситуации, есть ли у вас муж, есть ли у вас дети, то есть, если детей нет, мы убираем вариант, что гиперопека над ребенком, это грудь, если у вас были отношения, то обиды, душевные переживания, грудь, зона чувств, зона души, наградил половыми, ну, не знаю, это тоже надо смотреть, что там половыми, как, как, где он, что, при каких обстоятельствах, блин, печень, ой, с волнышки, печень, это же так злости, старых, старых обид, причем, все время возвращения назад, в прошлое, я знаю, что ни один человек, с сучьим характером, не скажет, что он, ну, где-то, ну, грешит, в эмоциях, может, и лишнюю агрессию, и злость, и все такое, но, себе, главное, не врите, мне все равно, кто, что, по барабану, ну, главное, себе не врите, это очень важно, плечо болит, взвалили, Оля, на себя, да, хера, взвалили на себя, как начать заниматься йогой, йога, в шапке профиля, есть ссылка синяя, на приложение, йога, Вовченко, там, и йога, там, и фитнес, и все есть, зубы, на что обратить внимание, тоже, девчонки, смотря, что, зубы, есть десна, которые кровоточат, есть зубы, разрушаются, тут, ну, вот, солнышки, это ж, вот, мы сейчас с вами сидим, 23 минуты, и я даже не начала еще говорить, потому что там, ну, информации много, это только о зубах можно сейчас говорить, приходите, тысяча рублей за месяц, это не так, как говорится, и я заработаю, и вам хорошо, все, что касается деток, это вопросы к родителям, до 8 лет, колены, сустав, вот, ну, я понимаю, что у всех болит, я прям в двух словах, хочу эфир сохранить, так как уже 24 минуты, я боюсь вылететь, девочки, смотрите, колени, очень уперты, пока на колени не встанете, не отпустите свою вот эту упертость, и не научитесь смотреть на другие точки зрения, вообще на, рассматривать людей как личность и все остальное, упертый, очень упертый человек, очень твердолобые суставы, колени в первую очередь летят, спина тоже, что основа, нет основы.